Я думаю, всё, кроме чародейской вспышки, можно заменять. У Мисс Панк мульчирование Хранитель Болот. Я думаю, Хранитель Болот можно оставить, и всё остальное она уже заменила. Манозмеи и болтливая книга. Вот это даже очень-очень неплохо, потому что всё-таки... Да, сейчас дополнительное заклинание на следующий ход, которое можно будет проюзать. Тем более, Манозмеи уже стоит на столе. И как раз-таки, если сейчас что-то пойдёт, то будет как раз-таки использована чародейская вспышка на стол. И вот он, Медив. Я вот первый раз вижу Медива вообще, чтобы им играли. Но Аетиш, как бы, это зашибись посох. Как бы, все знают, что такое Аетиш, это самый легендарный посох во всём мире Азерота. Им владел Медив. Благодаря Аетишу можно превращаться в ворону, так сказать, и летать в форме ворона. А Аетиш был когда-то, был когда-то легендарным посохом, который можно было бы убить в Каражане. Если я не ошибаюсь. Но потом это всё убрали, и он куда-то исчез. Ну что ж, Аркейн Интеллект, Аркейн Бласт сейчас будет как раз-таки использован на вот это вот хранителя болот. И его больше нет. Ну что ж, четвёртый ход. У Мисс Панк, конечно, можно заюзать свайп, но я думаю, сейчас ещё слишком рано для него. Либо не рано, либо, я думаю, всё-таки слишком рано. Слишком рано использовать свайп, потому что всё лишь два существа. Ещё раз, ещё можно потерпеть в лицо, там, эти три дэмэйджа. Сейчас лучше снежечка ренеться, шипши в том, да. И на следующий ход уже посмотреть, что придёт. Да, вот Беста мы сейчас должны, скорее всего, увидеть Аркейн Интеллект. Потому что, может быть, даже поджигателя увидим. Поджигатель и стрелы. Вот так вот, очень агрессивненько Чезова пойти. Поджигатель и стрелы, всё, чтобы пролетело прям по лицу. Сейчас ещё пролетит в лицо целых 8 урона. Это уже достаточно много. Но решил не делать он чередеских стрел. Решил не стрелять. Хотя можно было это сделать. Была такая возможность. Но, Мисс Панк, сейчас, возможно, пришло время для свайпа. Всё-таки, поджигатель опасное существо. И от него нужно избавляться. Уж слишком он такой вот, ну, не очень хороший человек. Точнее, не человек, а змей. Не очень хороший. И вот его размочили. Вот один ХП остался у колдуни. Ещё один поджигатель пришёл. А вот это уже серьёзно. А вот это уже, ну, бывает. Ну что ж, по лицу, по лицу всем проходится. Ещё 4 дема же наносят по Мисс Панк. 20 ХП осталось в Решу Друида. Но ещё один свайп приходит. И, ну что ж, ещё один свайп сейчас будут юзать. И вообще весь стол будет чистый. Ещё и шейп-шифт можно будет прожать. Но вот эти топ-деки. Вот эти вот топ-деки. Вот за это мы и любим Хёрдсон и ненавидим его одновременно. Шестой ход у Беста. Аркейн Интеллект. Сразу же будет проюзан. Лазурный Дракон. Фростболт. Ничего сейчас нельзя использовать. Ничего не нужно использовать. И Мисс Панк сейчас просто поставит Великана. Прямо на пустой стил. Вот так вот. 7-7 точнее. 8-8 Великан. Великана сейчас по идее должны хиксить. Сейчас его хиксанут. Хиксанут Великана. И бахнут по нему фаербластом. Да, то есть пингалетом. То есть 6, наверное, сейчас потратят на это всё. И, точнее, он... И как-то на столе всё равно ничего не останется. А от Мисс Панк, скорее всего, мы увидим наш следующий ход. Ну, Медива. Медив, красавчик. Конечно, он тут нарисован сверх неправильно. Это когда ты... Я видел Мемайсик. Когда ты пьяный и фоткаешься, и тебя пытаются фоткать. Ты вот так же стоишь, как Медив. Вот прям один в один. И, ну да, похоже. Ну что ж, Медив. Выходи на стол. Хранитель Медив. Давай, Айетиш. Вот она, Айетиш. Айетиш красавчик. Ну что ж, Манозмей пришёл. Ну, Айетиш, как бы, вообще... Крутая тема, видите? Видите, что делает? Ну что ж, сейчас будет заклинание всякое использоваться. И будет казаться существо. Три заклинания. Точнее, три существа максимум можно призвать. Три заклинания, значит, можно использовать. Все эти три заклинания есть. Мульчирование, буйный рост и живые корни. Ну, как бы, неплохо. Во всяком случае, есть там заклинание и подороже. За пять, допустим, если сейчас что-нибудь придёт. Было бы неплохо. А тут на статуя ворона. И я думаю, сейчас какие-нибудь мульчирования или статуя ворона сразу положить. Да, статуя ворона, видимо, пойдёт. Статуя ворона. Раскапывает карту заклинания. Заклинание, наверное... Звёздный огонь неплохо смотрится здесь. Звёздный огонь вообще шикарно смотрится. Даже мана хватит на звёздный огонь. И за шесть маны призывает существо. И это круто. Но целебное касание даст тебе дополнительное здоровье. Потому что всё-таки здоровья там было очень мало. Блин, если бы это скрыть можно было. Я бы сказал, сколько там осталось. Но я не вижу. Не вижу за этими картами. Тут у нас 13 здоровья осталось. Да, это очень мало. Два фаербола уже имеется. И два фаербола. Это уже 12 урона. И нужно всё чистить. Всё нужно разрывать. А если сейчас не придёт какой-нибудь там хилочка, то это будет конец на следующий ход. Точнее, через ход. Но пока что у Беста 14 здоровья. Точнее, у Мисс Панк 14 здоровья есть. А тут у нас пришёл Таунус. По идее, можно Таунус поставить. Да, и фаербольнуть куда-нибудь в лицо. Прямо, да. 14 как раз таки дэмиджа. На следующий ход уже можно будет нанести. 6 хп осталось у Мисс Панк. Мисс Панк, если сейчас не отхилится, то будет всё очень плохо. А отхилочку она может сейчас попробовать найти. Есть и буйный рост. Есть и как раз таки статуя ворона. И нужно, нужно использовать это всё. А хилочка ты где? Хилочка, хилочка, хилочки нет. Эх, эх, эх. Зверя тоже нет на столе. Придётся выбрать силу дикой природы. Или бы он надеется на зверя, а там что-то вызвалось. Я не вижу. Не вижу. Статуя ворона, уйди отсюда. Так, ладно, буйный рост. Буйный рост, может, сейчас привезёт. Портал, портал в Мунглейд. Портал в Мунглейд не приехал. И Мисс Панк должна найти летал. Я не знаю, где она его здесь найдёт. Но если бы был Bloodlast, то, возможно, здесь бы где-нибудь и спрятался бы летал. Но его здесь нигде нет. И, конечно, всякие усиления пойдут. Но это не спасёт никак Мисс Панк. Мисс Панк, я думаю, это понимает. И сейчас будет пробивать, типа, всем в лицо. Но это всего лишь 15 урона. И сейчас просто фейерболл. Ну что ж, Best забирает себе первую игру. Первую игру в этой Best of 3 серии. И мага мы этого больше не увидим. Мы увидим, скорее всего, в следующей игре друида от Мисс Панк. Поэтому, действительно, ребят, приготовьтесь. Может быть, тогда зайдёт. Буквально через пару минут мы вернёмся после небольшой рекламной паузы. Перепады напряжения и непредвиденное выключение электросети. Такое может случиться с каждым. Защити свой ПК, игровую консоль, ТВ и даже интернет-соединение с помощью легендарных надёжных источников бесперебойного питания от APC by Schneider Electric. APC. Лучшее решение для настоящего геймера. Ну что ж, друзья, счёт 1-0. И тут у нас горош с принчем Мальчезаром, Релькой. Ой-ой-ой, иллюзионистка тоже имеется. И как-то против того же самого друида. Принц Мальчезар, я вижу его первый раз. Первый раз, честно признаюсь, на этом турнире. Вообще, я знаю, что он делает. Да, вот они карты. Раз, два, три, четыре, пять. Обычно говорят то, что приходят карты не очень. Но всё зависит от вашего рандома. Если он у вас хорош, значит и горош тоже будет хорош. Ну что ж, пеньки вызваны. Пеньки вызваны, пеньки сейчас будут усиливаться. Усиливаться. А, нет, будет Пантера призвана. Будет наращиваться стол от Миспанк. Миспанк не знает, что это пока что за воин. А воин у нас контроль. Контроль вар, который сейчас просто поставит на стол вот этого буйного бурдалака. Тем более, эй, Лиза Звездочет также имеется на четвертом ход. На третий ход ещё есть и Служитель Боли. И поэтому, по идее, дальше Миспанк будет гневничать. Гневничать, да, она будет гневом, будет разрывать вот этого вот бурдалака. И Пантера прицел. Почему она сейчас не заюзала ворона? Я вот это вот не понял ворона. Всё-таки неплохое решение было бы поражать. Но, видимо, сейчас будет юзана ворона. Либо буйный рост, буйный рост пошёл, буйный рост даст дополнительный кристалл маны. Размен пошёл, и шип-шифтом в лицо как-то вариант ринча даже ещё подошёл к бесту. Там ещё и ринк чернорух, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это карты. Вот это колода. Вот это очень мощная колода к лейтгейму. Она вообще супер круто раскрывается. Тем более, ринк ещё и уничтожает легендарки будет, если будет дракон, конечно, в руке. Но дракона пока я не вижу. И, может быть, когда-нибудь там какая-нибудь челмоу зайдёт. Может быть, и Зера, или Аликстраза. Скорее всего, и Зера, и Аликстраза также там будут. Контроль-воин с Варианом Рином играется именно Изеру, Аликстразу. И, может быть, там... Что ещё там кто-то был? Кто-то там ещё должен быть из драконов. Таких злых, страшных. Нефариан иногда. Ну, это такое. Нефариан всё-таки бешеный типок. Конечно, с бешенством спиртокрыла. Ну, его же... Ну, или Нелдариона. Ничто не сравнится. Но его сынок далеко от него не ушёл. Ну, что ж. Размах в Элизу. Элизу разорвали. На следующий ход имеется дерево. Дерево можно будет прямо поставить. Прямо на стол. Но казнь уже есть у Беста. У Беста также есть огненная секира. Там ещё и баш, ещё и блок щитом. И это будет очень долгая игра. В плане того, что контроль-воин очень сложно будет победить здесь. Контроль-воин всё-таки уже дошёл до своего лейта. Но всё ещё может измениться, когда выйдет тёг сарон. Когда он может там растоставаться очень-очень круто. Но сейчас дерево падёт. Дерево падёт. Вот Смотритель пришёл также к Бесту. Вот мощный удар. И, наверное, казнить его будут. Путь к Золотой Обезьяне сейчас будет ещё проюзан. Да-да-да. Всё очень круто у Беста. И как-то карты прямо одна за одной идут. Прямо как нужно. Ну что ж. Мощный удар щитом. Ещё один пришёл ему в руки. Он уже может на пятёрочку задамажить. Нужно ставить Миспанк Дракона. В Драконе искать кого-нибудь. Дракон призывает Дар Природы. А вот это вот сейчас можно прямо сейчас просто проюзать. Через Озарение. Именно так и делает Миспанк. И Миспанк сейчас будет убирать ещё три карты. Сверху. Так. Буйный рост. Дерево. Хритер болот. Ну что ж. Блок щитом. Ещё один. А тут Смотритель. Смотритель хочет выходить. Смотритель. Плот шёл. Это из Принца Молчезара. А вот и Нефариан. А вот и Нефариан. Голова-то моя работает насчёт Нефариана. Я так и знал то, что он будет. И вот он появился. Вот он, сынок Смертокрыла. Вот он, бешеный чёрный дракон. Который крадёт карты. Карты оппонента не крадёт. А копирует две карты класса оппонента. К себе в колоду. Очень крутая тема. Особенно, когда только он вышел. Когда вышла только чёрная игра. Было весело с ним играть. Ну что ж. Вот она 10. Десятый армор. Который мощным ударом щита. Разрывает этого. Дерево. И вот. Деревья. Деревья не могут жить никак. Деревья просто срубают щитами. Срубают ещё и другого дракона. Этими же щитами. Вот уже нету двух щитов. Нету двух деревьев. И как-то, ну, деревьев конечно жалко. Но щиты, я думаю, слишком рано были прожаты. Можно было всё-таки смотрителем разменяться в этого дракона. Но тут ещё один дракон от Мисс Панк может пойти. Но может пойти и Буйный Рост. Также Буйный Рост стоит меньше, чем этот дракон. И поэтому он выгоднее сейчас. И живые корни. Вот они. Лазурный дракон. Живые корни прямо в именно него, да. Именно служителя боли. И две статуи ворона. Видимо, Мисс Панк ждёт Фендерла, скорее всего. И хочет их тогда юзать. Вместе с Фендерлом, чтобы сразу два прока было и на заклинание, и на существо. Но вот Нанифарен, который дал что нам? Буйный Рост и Дикость. Дикость, конечно, круто. Там можно троечку нанести. Но. Никогда не используется. Я тоже никогда не использовал эту карту. И вообще даже. Наносишь существу равной силой атаки героя вашего. Вашего героя. Это вот зачем. И как-то ты друид. Допустим, да, ты друид. Ты можешь сделать её. Ну, как бы через. Крики, да, Прайм Алроры. Точнее, Сэвэйдж Роур. Ты там можешь что-то придумать. Но как-то не особо. Ну, что ж. Тут, кстати, у нас из портала. Из портала Монг Лэйд выходит вот такой рыцарь-скелет. Рыцарь-скелет, который будет. Сможет выжить ещё. Если, конечно же. Дуэль вот этих кристаллов маны будет. В пользу Мисс Панк. Ну, что, демон Малчезар. Вот он, Принц Малчезар. Который может быть сейчас в раю. Да, вот Принц Малчезар будет выставляться на стол. Принц Малчезар сделал в самом начале игры всё, что он мог. Мы это видели с вами. И сейчас по лицу. Ё-ёй-ёй. Восьмёрочка. Ещё и четвёрочка. И это целых двенадцать. Нет, всё-таки решил развивать вот эту вот скелета. И скелет выигрывает. Выигрывает дуэль. Тут ещё и Ёксарон показывается от Мисс Панк. Мисс Панк может ещё раз этого скелета ставить. Но лучше, я думаю, похилиться. Похилиться. И попробовать поставить учительницу чародея. Учительницу магии, точнее, простите. Либо статуи Ворона. Статуи Ворона с заклинаниями. Статуи Ворона с заклинаниями. И даёт нам что? Даёт Мисс Панк Дар Природы. Метка и Шарадж. Я думаю, Дар Природы, конечно же, будет взят. И ещё можно проюзать ещё одну статую Ворона. И статуя Ворона вторая уже. Либо Дар Природа. Дар Природа всё-таки решил проюзать. Сейчас решил проюзать Мисс Панк. Даёт ещё три дополнительные карты. И там что за три карты? Инвенерейт, наверное, где-то там будет. Но вот он пришёл Медив. Вот он Великан. И Великан за ноль маны. Выходит на стол. 8-8 пацан, который будет противостоять Нефариону. Нефариону. Сыну Смертокрыла. Ну что ж, Вариан Рин. Я думаю, когда у тебя 10 маны, у тебя есть Вариан Рин в кармане. Нужно оставить Вариан Рина. Это, говорят, нормально. Играем по мане. Ровненько так, чтобы 10 из 10 просто потратилось. Но Бест тут начинает. Буйно Рост, Критис. Ну это всё фигня. Нет, надо играть по мане. Прямо в Вариан Рин. Если ты готов, то ты выходи. Вот и Супер Мейса появилась у него. Супер Мейса, конечно же, круто. Но сейчас пока её не использовать нельзя. Нужно подождать, пока придёт женщина. Женщина, которая делает тебя неуязвимым. Её пока что нет. И нужно тогда придержать эту Мейсу у себя в кармане. Во всяком случае, можно прожать портал Сталингорн. Портал ещё призывает существо. И это очень даже неплохо. Ну что ж, будет размениваться дикостью этого вот великана. Да, вот дикость так. Бум! Бум! Откусила голову на 3. И в руки Мейса! Ага! В руки Мейса! И ещё раз очень лицо. Нударит, да, ещё раз очень лицо. Ну что ж, и нефарен ещё раз в лицо на восьмёрочку. Тут ещё и раскруточка пошла. И разогребили всех. Ну что ж, ну жёстко-жёстко. Что можно сказать? По идее, сейчас надо на хилочка пойти. Хилочка. Потом слотой ворона. Либо Йоксарон сразу же. И Йоксарон, который умрёт 100% на следующий ход. Потому что есть бренд черный рук. Но дракона пока мы не видим. Может там дракон когда-нибудь придёт. Потому что 14 карт ещё в руке. И дракон рано или поздно может прийти. Я думаю, всё-таки стоит Мисс Панк подождать с этим Йоксароном. Потому что ещё можно очень много заграданий проюзать. Это контроль воин. Он тебя не убьёт, если просто стоит один нефарен на столе. А у тебя целых 20 хп. Я лечу. Здравствуй. Здравствуй, летелка. Как дела? Ну, лететь нужно прямо в лицо. Хотя можно было попробовать там в Нефариона хотя бы ударить. Но решил. Решила Мисс Панк пойтись пролицу. Ну, если бы, допустим, было бы 7 атаки у этой ракетницы. Я думаю, Нефарион был бы уже мёртвый. Или бы был бы какой-нибудь. Были бы какие-нибудь живые корни. Также Нефарион бы умер. Умер. Ну что ж. Мисс Панк может выставить на следующий ход себе медива и проюзать статой ворона. А сейчас Бест должен меняться. Должен размениваться. Должен, как бы, по идее, почистить и ракетницу. Почистить и служителя болот, хранителя, да. И вот этого вот Слизнюка. Он, конечно, всё это может почистить. Даже просто лицом. Каждого тыкнуть по одному разу своей миссой. Но, конечно, лучше сделать она Нефариона. Хоть ты и потеряешь Нефариона. Рано или поздно. Но есть шанс то, что... Ты переживёшь, переживёшь эту игру. И портал Сталинборн вылезает у нас на стол. И там вызывается... Хранитель баллов. Неплохо. Так, вот и свайп. Сейчас бы ещё найти какой-нибудь урон загляданий. Типа какого-нибудь там дракона Зурдрейка. Но Зурдрейка нет. И Йоксарон выходит на стол. Йоксарон вызывает дар природы. Даёт он что? Дополнительные три карты. Минирейт. Ещё мульчирование, которое искали все. И в Пендрол олени шлем. Майн контроль. А куда? Ого-го-го-го. Неплохо. Знак дикой природы. Куда? На Нефариона? Нет, на Йоксарона, конечно же. Йоксарон жёсткий. Метка и Шараджа. На Нефариона. Воскрешение. У-у-у. Не очень удачно. Казнь. Вот он, казнь Йоксаронича. Точнее, не Йоксаронича, а Нефариона. И Роговская обилка. Звёздный огонь на пять. Прямо в лицо в войну. Ещё одно мульчирование пришло. Боевая ярость. Кончились карты. Ой-ой-ой, погибель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фатик пошёл. Фатик уже ударил на три. Следующий будет на четыре. Никого не осталось. Ледяной шок. Прямо куда? Прямо в лицо в войну. Господи, Нефарион. У-у-у. Восемь похилить, конечно же. У-у-у. Жёстко, жёстко, жёстко. Ты плохой. Ты плохой, Йоксарон. Господи, как же ты плохо играешь, Йоксарон. Ну что ж, ребят. Вот так вот. Миспанк прогибается. Ещё там 2-0. Бесту. Бывает. А у нас небольшая рекламная пауза. И буквально через пару минут мы к вам вернёмся с следующей игрой. Со следующим. Бесту в три. Субтитры сделал DimaTorzok